Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешенок. Аминь. Так, первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 3 стих. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Толкование Блаженного Феофилакта. Апостол говорит, что Антихрист уже в мире. Разумеется, не самолично, а в лице лжепророков, лжепророков и еретиков, предваряющих и приготовляющих его пришествия. А сам Антихрист будет человек, носящий в себе сатану, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней. 2 Фессалоникийцам 2.4 Почему и запретит служить идолам, их, разумел апостол под святыней, а себя одного будет выдавать за Бога. 1 Иоанна 4.4.5 Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. 3 Толкование. 4 Теперь прибавляет. Вы, будучи детьми Божиями, победили их, то есть лжепророков. 5 Почему? Потому что Бог, сущий вас, больше того, кто в мире, по духу которого решились жить лжепророки. 6 Потом дает им еще другой признак лжепророков. В том, что немало печалило простецов из самих смертных, верных. Некоторые из них, естественно, могли скорбеть, видя, что тех многие принимают весьма усердно, а их презирают. Апостолы говорят, не скорбите, если многие вас презирают, а их принимают, ибо подобное стремится к подобному. Они от мира и говорят мирское, то есть учат плотским пожеланиям, почему и слушатели имеют таких же, то есть развратные-развратных. А мы, будучи от Бога и удалившись от мирских похотей, становимся для них неприятными. Нас же слушает тот, кто живет целомудренно и посему знает Бога и готов слушать нас. Об этом и Христос говорит, кто имеет уши, слышит, да слышит. Матфея 11, 5. То есть Он свидетельствует, что тот имеет уши, кто приготовился слушать с покорностью. Комментарий Игнатия Лапкина. Покорность веры проявляется чем? Если мы избраны Бога, являемся Его овсами, то внутренний наш голос через навык обязательно подскажет истинную цену того, что мы слышим. У нас должна быть покорность в первую очередь Слову Божию, то есть Святой Вечной Библии, а все остальное мы должны проверять по ней. И если сходится с Библией, тогда слушать с покорностью, в противном случае отвергать. Или, если это безразличное, то оставлять на свое усмотрение, принимать или не принимать. 1 Иоанна 4, 6-10 стихи. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Толкование. Выше апостол показал, с кем нужно обращаться и с кем не нужно. Теперь как бы прилагает печать к сказанному. Посему-то узнаем, кто имеет духа истины и кто духа заблуждения. Лже-пророчество. Затем опять начинает речь о любви. Показав, что нужно любить некоторых, именно единонаравных, возвращается к тому, что говорил в начале. Говорит, что любовь и любящий от Бога. Что любящий и один только он рожден от Бога и знает Бога, а не имеющий любви не знает и Бога. Отчего же тот, кто не любит, не познает Бога? Это подтверждает следующим образом. Бог есть любовь. Это видно из того, что Он Сына Своего Единородного послал в мир, чтобы Он доставил нам истинную жизнь. И мы ожили через Него. Ибо как благостью называется Бог потому, что по благости создал мир мысленный и чувственный, так из любви к нам, послав Единородного Сына Своего в мир, показал через сие, что Он есть и любовь. По всему и прибавляет. В том любовь. То есть, симы доказывается, что Бог есть любовь. Потом, показывая превосходство любви Божией, говорит, Бог сделал это. То есть, предал за нас собственного Сына Своего. Не потому, что мы любили Его, но первый начал благодетельствовать нам по любви и послал Сына Своего. И не только послал, но и собственно Его кровью содел очищение наших грехов. Если же, говорит Бог, так возлюбил нас, хотя мы оттенют не одинаковой с Ним природы, то гораздо более мы должны любить, любить сродных нам, и, узнав превосходство любви, оказывать ее другим. Ибо как виновен тот, кто не избирает достойное избрание, так похвала принадлежит тем, которые любят достойных любви, потому что они возлюблены. Мы же, расположив себя так, имеем то и другое. Мы и любимы, потому что нас любит и воспринял к себе в дети Бог. Мы и возлюблены, потому что любим ближних. 1 Иоанна 4 глава 11-14 стихи. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. Толкование. Иной, выслушався, я мог спросить, на каком же основании говоришь ты о предметах невидимых? В ответ на такой вопрос он говорит, я и сам говорю, что Бога никто никогда не видел. Но из любви друг к другу мы узнаем, что Бог есть в нас. И говорит это справедливо, потому что многие невидимые для нас предметы мы познаем и их из их действий. Например, души никто не видал, но из действий и движений мы убеждаемся, что она в нас есть и действует. Так и любовь Божия к нам мы узнаем через некоторое движение и действие. Если в этом нет ничего несообразного, то и сей святой муж прилично от действия доказывает, что Бог есть в нас. Какое же это действие? Чистая любовь к ближним нашим. Она есть признак нашего пребывания в Нем, и Его в нас, и потому еще, что Он дал нам от Духа Своего. Ибо чистый рождает чистое и непорочное. И как через чистую любовь мы имеем общение с Ним, то отсюда мы, видевшие Его во плоти, познали и свидетельствуем, что Отец послал Его, Спасителем, миру. Чтобы совершеннее утвердить нас в таком нашем познании, Он и Сам давал объяснение о Своем лице. Иногда говорил, я исшел от Отца и пришел в мир. Евангелие Теана 16, 28. То есть Отец из любви к нам послал с неба в мир Единородного Сына Своего. Иногда еще яснее. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Евангелие Теана 3, 16. И я пришел не судить мир, но спасти мир. Иоанна 12, 47. Итак, мы и сами видели, и от Единородного, сущего в недре очи. Иоанна 1, 18. Слышали и с действием взаимной любви познаем, что Бог в нас и дал нам от Духа Своего, и мы в общении с Ним. 1 Иоанна, 4 глава, 15-16 стихи. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Толкование. После сего и возвращается к упомянутой речи и говорит. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том Бог пребывает. Потому что, как выше сказано, всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. Этими словами апостол выражает и другую истину, что те, которые так исповедуют и имеют в себе пребывающего Духа, то есть Бога, и сами пребывают в Боге. Каким образом? Через любовь друг к другу. А вспомнив о любви, Он повторяет все высказанное им о любви для того, чтобы более утвердить учение о любви. 1 Иоанна 4, 17, 18 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Толкование. Бог есть свет, и святые Его, по изречению Евангелия, Матфея 5, 14, суть свет мира и чужды страха мучения, потому что исполнены любовью к Богу. Хочу, говорит апостол, чтобы вы усовершились в любви так, чтобы в день суда нам иметь дерзновение пред Богом, потому что и Он есть судья по собственному Его изречению. Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Евангелие Теана 5, 22 И что наше дерзновение будет пред Богом вочеловечиваемся, апостол выразил в следующих словах. «Поступаем в мире всем, как Он», то есть, когда уже доказали, что Бог в нас и мы в Нем, то мы сами себе свидетели о совершенстве любви. «Как Он в мире был непорочен и чист, почему и говорил, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего» Евангелие Теана 14, 30. «Так и мы будем в Боге, и Бог в нас. Если Он есть Учитель и Податель нашей чистоты, то мы должны носить Его в мире чисто и непорочно, всегда нося в теле свою мертвость Его». 2 Коринфянам 4, 10 «Если будем так жить, то будем иметь дерзновение пред Ним, и будем свободны от всякого страха. Ибо достигши добрыми делами совершенства любви, будем далеки от страха. Поотверждение сего и прибавляет, совершенная любовь изгоняет страх. Какой же страх? Сам Он говорит, что страх мучения. Ибо можно иного любить, и по страху наказания. Но такой страх не есть совершенный, то есть не свойственен совершенной любви. Сказав это о совершенной любви, обязательно говорит, что мы должны любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. И как Он прежде сотворил нам благо, то мы тем усерднее должны принуждать себя к воздаянию за Оное». «Основываясь на словах Давида, «Бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудостей у боящихся его». В Солом 33, 10 Иные спросят, как теперь Иоанн говорит, что совершенную любовь изгоняет страх? Неужели святые Божии так несовершенны в любви, что им заповедуют бояться? Отвечаем. «Страх двоякого рода. Один предначинательный, к которому перемешивается мучение. Человек, совершивший худые дела, приступает к Богу с боязнью и приступает для того, чтобы не быть наказанным. Этот страх предначинательный. Другой страх совершенный. Этот страх свободен от такой боязни. Почему он называется чистым и пребывающим вовек?» Солом 18, 10 «Что же это за страх и почему он совершенный? Потому что имеющий его совершенно восхищен любовью и всячески старается о том, чтобы у него ничего не доставало такого, что сильно любящий должен сделать для любимого». «Ничего не недоставало». «Да, не недоставало такого, что сильно любящий должен сделать для любимого». «Под страхом здесь, разумеется, страх предначинательный. Кто искренне любит Бога, тот творит угодно ему не по страху наказания, а по влечению к добродетели и по любви к Богу, не ограждая себя даже законным страхом, заключающимся в любви к хорошему. «И тот страх, который делает что-нибудь для того, чтобы не подпасть наказанию, тождествен с первым. Посему и прибавлено, в страхе есть мучение». 1 Иоанна 4, 19, 21 «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец? Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Толкование «Высший апостол с настойчивостью доказал, что любовь должна быть взаимная, переходящая от Бога к нам и от нас к Богу. Предсовокупил к всему, что если Бог так возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Теперь снова возводит речь к тому же и говорит, так как на нас лежит долг любить брата, по примеру любви Бога к нам, и воздавая любовь к Богу, мы удовлетворяем этому долгу, то нам непременно должно любить брата для совершеннейшего доказательства любви к Богу. Ибо если этого не будет, то не сохранится и любовь наша к Богу, так как будет нарушен долг по отношению к ближним, долг, вытекающий из любви к Богу. «Прибавляет ли еще более сильное слово и на обличение тех, которые хотят извращать божественную любовь?» Апостол говорит как бы так. «Любовь, очевидно, образуется через обращение друг с другом. Обращение же предполагает, что человек видит своего брата, и по обращению с ним еще более привязывается к нему любовью. Ибо видение весьма много привлекает к любви. Если же так, то кто ни во что ставит гораздо более влекущие к любви, не любит брата, которого видел, как может быть признан истинным, когда говорит, что любит Бога, которого не видел, который ни в обращении с ним не объемлется никаким чувством. «Если кто-нибудь бесстыдно будет говорить, что Бога любит, а брата ненавидит, тот, извращая божественную любовь, оказывается сверхсего и преступником следующей его заповеди. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою»» Иоанна 13,35 «По всему, кто любит Бога и старается быть Его учеником, тот, по заповеди Его, любит и брата своего» Иоанна 5,1-2 стихи «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Толкование И это говорится в подтверждении вышесказанного. Если мы от Учителя получили заповедь «Люби друг друга», то без сомнения, если веруем, что Учитель наш Иисус есть Христос, а Христос в том смысле, что есть Бог и вместе человек, должны соблюдать и заповеди Его, как Учителя и как Бога. Веруя же, что Он есть Бог, мы получаем имя детей Его. Как и в Евангелии сказано, «Тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божиими» Евангелие Теана 1,12 «То есть, которые уверовали в Него, те и стали детьми Его. Если же мы родились от Него, то без сомнения должны и оказывать должное родителю, то есть любить родившего». Если же все мы, уверовавшие, родились от Него, то мы должны любить друг друга и как братья, и как рожденные от Него. В подтверждение всего апостола говорит, что любящий родившего любит и рожденного от Него. Потом опять говорит, что любовь к братьям или чадам Божьим доказывает любовь к родившему. Выше он говорил, что любящий Бога любит и брата своего. А теперь говорит, что любящий детей Божьих любит и Бога. И любовь к брату поставляет доказательством любви к Богу. 1 Иоанна, 5 глава, 3-4 стихи. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир вера наша». Толкование. Связь такая. Любовь состоит в том, чтобы мы соблюдали заповеди Его, потому что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Поскольку полным доказательством любви к Богу апостол указал соблюдение заповедей, а некоторым думалось, что заповеди Божьи тяжелы, то и говорит, и заповеди Его не тяжкие. «Ибо что тяжелого в деле любви к брату? Что, например, тяжелого в том, чтобы посетить узника в темнице? Ибо повелевается не выпустить из темницы, что было бы трудно, а только посетить. И больного повелевается не освободить от болезни, а только посетить. И голодному не повелевает предложить стол из многих блюд или нагому подать одежду, приготовленную из драгоценной материи, но доставить крайне нужное, чего ищет голодный и ногой. Сказав это, указывает и другое побуждение к любви. Какое? Победу. Говорит, что через любовь к брату, соделывая себя детьми Божьими, вы имеете уже и воздаяние за это доброе качество. Победу над миром, ибо рожденный от Бога побеждает мир. Потом объясняет, в чем состоит победа и через что она совершается. Тем и другим называют веру, то есть веру в Бога, которая, родившись от Бога, победила и прогнала всякое неверие. И ни иудей, ни эллин, ни еретик не силен против нее. А как вера побеждает, не одна сама по себе, а вместе с имеющим ее, то прибавляет. И кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Кто же сей Иисус? Иисус Христос, пришедший водой и кровью. 1 Иоанна 5, глава 5-6 стихи. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водой только, но водой и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Толкование. В словах всякий, рожденный от Бога, апостол упомянул об усыновлении Богу и о рождении. А это вместе совершается через Святое Крещение. По всему говорит, все есть пришедший водой и кровью Иисус Христос, возрождающий и делающий нас Сынами Божиими. Ибо это подразумевается и как следствие в словах, рожденный от Бога, побеждает мир, как рожденный, водой и кровью. Ибо пришедший Иисус Христос возрождает водой и кровью. И опять прибавляясь с повторением слова, не водой только возрождающий, но водой и кровью. Ибо хочет прежде доказать прославление усыновляющего нас Христа, потому что прежде усыновлен Богом человек, сущий во Христе. А потом Христос через свое усыновление даровал и нам такое достоинство. А сыновство его объявлено трижды. Один раз при крещении на Иордании, когда Отец выше свидетельствовал, что у крещаем и есть Сын возлюбленный. Итак, Иисус пришел водой, то есть объявлен Сыном Божиим через свидетельство Отца при крещении в воде. Кровью, когда идя на крест, говорил «Прославь меня, Ты, Отче». И когда принес глаз, принесся глаз и прославил, и еще прославлю, которые слышавшие приняли за гром. Евангелие Таана 17, 15, 17, 5, 12, глава, 28, 29 стих. Духом, когда как Бог воскрес из мертвых, ибо воскрешать самому себя свойственно одному только Богу. А словом Дух называется Бог. Как можно видеть в изречении Бог есть Дух. Иоанна 4, 24. Итак, при свидетельстве трех крещения, креста и воскресения, о сыновстве Иисуса, сыновство Господа непререкаемо, а через свое сыновство, как начаток всего рода человеческого, Он даровал и нам право быть сынами Божиими. Иисеи 3 в одном Христе, ибо это значит выражение Иисеи 3 едино, то есть по отношению к свидетельству о Христе. Нужно знать, что некоторые из отцов слово Дух разумели не в воскресении Христа, но об Отце, когда Он возвал на Иордане Сеи сын мы возлюблены, в котором мое благоволение. Евангелие Матфея 3 17 Так как Бог есть Дух, сказав это, подтверждают слова свои доказательства от меньшего. Если мы принимаем свидетельство человеческое о чем-либо, не тем ли справедливее должны принять свидетельство большее от Бога, ибо это свидетельство о Сыне Божием, то есть о Христе, не от самого воли Бога. Итак, верующий в Сына Божия, что Он есть Бог, как Сын Божий и имеет свидетельство в самом себе, потому что верующий и Сам усыновлен через Иисуса, усыновленного Богом, а неверующий виновен в двух отношениях, в неверии, представляя Бога лжецом, и в том, что лишает себя усыновления, а через это жизни вечной, которую и Христос имеет в самом себе. Как в Евангелии сказано, в нем была жизнь. Евангелие Теана, 1 глава, 4 стих. Посему, кто имеет в себе Сына через крещение, тот имеет и жизнь. Ибо все мы, крестившиеся во Христа, облеклись во Христа. Галатам 3, 27. А кто не имеет Сына Божия через крещение, тот не имеет и жизни, тот мертв, ибо, принимая нас мертвых прегрешениями, он воскрешает через святое крещение. Каким образом? Потому что кто через погружение в крещение спогребся со Христом, тот мертв для мира, то есть для мирских прихотей, и живет уже не для мира, но для Христа. 1 Яна, 5 глава, 7, 12 стихи. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец Слово и Святой Дух. И сей три суть едина. И три свидетельствуют на земле, Дух, Вода и Кровь. И сей три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в Себе Самом. Не верующие Богу представляют его лживым, потому что не веруют в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Толкование. И сие три суть воедина, то есть по отношению к свидетельству о Христе показывают, что Он усыновлен Богом, Отцом, и что Сам получил, то передал и достойным, верующим во имя Его. 1 Иоанна 5 глава 13-15 стихи. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, то знаем и то, что получаем просимое от Него. Толкование. Здесь выводится как бы заключение. Я, говорит, написал это вам как по наследникам жизни вечной. Ибо для тех, которые не живут по надежде жизни вечной, это не могло бы быть написано. Потому что давать святыни псам и бросать жемчуг пред свиньями не похвально. Матфея 7-6. Напоминая сказанное, повторяет, во-первых, что должно несомненно веровать во имя Сына Божия, то есть преданное нам от Него благопочтение. Ибо это значит, как мы говорили, имя Сына Божия. Потом говорит, что знаком этой несомненной веры служит не иное что, как дерзновение, которое мы находим пред Ним через непорочную веру, как и выше мы говорили, и что опять знаком такого дерзновения служит получение всего просимого нами. Но как не все получают все просимое, и не все просьбы выслушиваются, то прибавляют по воле Его. То есть, кто спросит противное воле Учителя, тот не будет и услышан. В этом случае Он говорит, подобно святому Иакову, просите и не получаете, говорит Он, потому что просите не на набро. Иаков 4-3. Обращая этот знак в яснейший признак, говорит, и если мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не попросили, то знаем и то, что мы получаем от Него все просимое у Него. Говорит как бы так. Если мы просим у Бога сообразного с волей Его, то Он слушает нас. Если же выслушивает нас в просьбах наших, то мы знаем, что приносим просьбы, согласные с Его волей, и просимое нами имеем сами у себя. Такие предметы суть Царства Божия и правда Его, которых просить Он и Сам заповедал нам Евангелие. Все на этом. Матфея 6-33.